Поколение Некст это твое время! Поколение Некст это то, что интересно тебе! Поколение Некст говорит на твоем языке! Поколение Некст это твои возможности! Говорят, что служба в армии не женское дело. Как бы не так. О перстском женском батальоне наш сюжет. В руках Анастасии Панишевой без малого жизни каждого летчика в Соколе. Девушка служит в армии по контракту. Ее главная обязанность сказать летная погода или нет. Выбрала такую ответственную работу, скромно признается из-за большой любви к родине. Чувствую, что я защищена под, наверное, как гнездом государства. Я горжусь тем, что я могу быть в армии, что со своей государства я могу ответить, быть полезным. И такая ответственность на хрупких женских плечах нынче не редкость. Только за прошлый год по контракту из Прикамья отправились служить 15 представительниц прекрасного пола. Но тоже вопрос, нужны ли девчонки в армии, остается открытым. И мальчики тянутся за девчонками, у них больше энтузиазма, больше какой-то энергии положительной. Ребята подпитываются этим без женской улыбки. Ну, мужчинам, наверное, тяжело, тем более таким ребятам, как наши кадетки. Но все-таки девчонки помогают ребятам не только улыбкой. Тут еще можно поспорить, что труднее дрова до костерка наколоть или накормить целый двоз. Они и котелки до блеска очистят, и с десяток хлебных буханок нарежут, и суп вкусный приготовят. Подпитывается кадетского корпуса Леона Ковешникова признается, что девчонкам для обучения в лице необходима поистине мужская дисциплинированность, но тут же добавляет. В любой жизненной ситуации нужно оставаться девушкой, несмотря на то, какие бы жестокие условия не были, несмотря на то, как бы было трудно. Не нужно забывать вот эту женственность, грациозность. Именно для того, чтобы дать девушкам в погонах почувствовать себя женственными, утонченными и грациозными, каждый год даются балы для учащихся кадетских и казачьих корпусов. Они стойкие, они сильные, но все-таки девушки остаются девушками. И каждая с удовольствием сменит серую униформу на яркое платье, а скучный пучок на стильную прическу. И закружится в вальсе с красавством кадетом. Орлова Анастасия, поколение Next. Все самое интересное за последние две недели. То, что кто-то не успел посмотреть, узнали мы. И теперь расскажем вам об этом. С 7 по 9 ноября на базе лицея номер 9 Пермский Пушкинский клуб провел очередной осенний сбор активов старшеклассников города Перми. В течение трех дней порядка ста ребят участвовали в литературных постановках и стратегических играх. Незабываемая атмосфера, новые знакомства и друзья. Вот так с пользой провели свои каникулы некоторые школьники. 13 ноября Пермь посетила знаменитая рок-группа «Сплин». Поклонники группы ощутили настоящий восторг от увиденного шоу, потрясающая мелодичность, сила и ни капли наигранности. 15 ноября в Перми прошел ресторанный день. Кто угодно мог открыть свое кафе или ресторан на сутки без специальных разрешений. Угощать пермяков едой собственного приготовления можно было хоть в квартире, хоть дома, на улице или в парке, там, где вам удобнее. Правда, пока жители краевой столицы организовали всего две таких вот необычных кафешки. 17 ноября состоялось закрытие фестиваля «Парад университетов». Ведущие прикамские вузы объединились для создания совместной культурной площадки. Пермские студенты пели бардовские песни, танцевали и пробовали деликатесы народов мира. Танцуй так, как ты не танцевал никогда. Это про успех Анны Золотаревой. Все тонкости больших и маленьких побед в нашей рубрике. Она просто очень энергичный человек, очень веселая и позитивная. Она очень хорошая, очень крутая и очень веселая. Анна нас вдохновляет. Анна наша гуру не только в танцах, но и в принципе по жизни. И все это Анна Золотарева. Сегодня ее знают как основательницу фрикдэнс-студию. Для тех, кто знаком с ней, девушка – пример по-настоящему успешного человека. Но мало кто в курсе, с чего начался ее путь. Мое увеличение танцами началось в тот момент, когда по телевидению стал очень популярен канал МТ. Мне очень безумно нравилось смотреть на звезд. И я просто мечтала попробовать танцевать так же. Сегодня студия – это два зала. Аня сама периодически проводит мастер-классы. Придумывают здесь и собственные движения, и повторяют за хореографами с мировым именем. Это не так-то просто, но под силу любому, признается девушка. Аня считает, что научиться танцевать сможет каждый. Мы решили освоить пару движений. И вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Все возможно. Главное – начать. Вот именно. А начиналось все с нескольких увлеченных человек. Сразу же после первого выступления команде предложили развиваться на площадке классического университета. Постепенно желающих о своей танец становилось все больше. И так появилась студия. В принципе, я окунулась с самого нуля, с самого начала. И из ничего, можно сказать, у нас получилась вот такая большая студия. На данный момент это самая большая, крупнейшая танцевальная студия Перми. За десять лет удалось создать большую, сплоченную команду. Хотя многие участники когда-то впервые пришли в эту студию. Все должны развиваться. Я считаю, что это нормально. Но не бояться нового. Если вам это нравится, нужно делать. Успех приходит только в том деле, который ты любишь. Это самое главное. Я в этом полностью уверена. Вот такая она история Анны Золотаревой. А какую дорогу выберешь ты? Анастасия Баздеева, Олег Костякович, поколение Next. Увидели что-то интересное в школе, в университете или просто на улице? Скорее записывайте и присылайте к нам в рубрику «Своими глазами». Триумф наших бобслиистов на зимних Олимпийских играх в Сочи был не случайным. Возможно, в победе они начали готовиться еще с раннего детства. И, возможно, таким же интересным способом, как этот юный спортсмен на снегокате, решивший быстро спуститься по лестницам в микрорайоне Висим. Видео прислали подписчики группы «Поколение Next» ВКонтакте с комментарием «Будущая звезда Бобслия». Как зарядить телефон без розетки? Как так властелином колец? И кто такой незаменимый помощник для гуманитариев? Обо всем этом прямо сейчас в нашем IT-даджесте. Теперь можно быть не только властелином колец, но и властелином паролей. Правда, все в том же кольце. МФЦ-ринг – это украшение с микрочипом, на котором записаны все ваши пароли. Так что теперь, чтобы войти в свой Facebook-аккаунт, вам просто необходимо поднести руку к вашему ноутбуку или планшету и автоматически войти в сеть. Низкий заряд батареи нынче не проблема, потому что дополнительная энергия всегда в кармане. BK – это ультрасовременный девайс в форме брелка для ключей, но главное, что он поможет любителям интернет-общения – позарядить свой смартфон. Нужно просто поднести одно к другому и вуаля – снова полный заряд. Приложение для ленивых или гуманитариев. Сотографируйте любую задачку по алгебре, загрузите в приложение Photomat и на экране пошаговое решение. Так что теперь даже отпечатать упражнения на сайт не нужно. Щелчок смартфоном и все. Переписываем в тетрадь. Игры робота Киберспорт. Все это и много другое ждет Пермяков с 21 по 23 ноября. На Пермской ярмарке пройдет фестиваль Игрихс 2014. Гости смогут узнать о самых новых видеоиграх и попробовать на себе последние разработки создателей самых увлекательных IT-проектов. Проделали огромную работу по подготовке фестиваля. И надеемся, что люди, которые к нам придут, будут максимально довольны тем, что они увидят на площадке. Помните Матрицу? Быть может, это бокс и не выдумка киношников? Где заканчивается реальный мир и начинается виртуальный? Именно это мы и решили выяснить. Вся правда в нашем сюжете. Сегодня трудно найти человека, который не пользуется мобильным телефоном или планшетом. Порой кажется, что они появились раньше человечества и захватили господство над людьми, не оставив ни малейшего шанса общаться вживую и видеть происходящее вокруг. Основная проблема, которую породили гаджеты, это снижение уровня живого общения. Современная молодежь сутками проводит время в социальных сетях, преодолевает уровни в популярных играх и с нетерпением ждет обновление приложений. Но мало кто осознает свою зависимость. Мне кажется, что это плохо. Мы меньше стали общаться вживую, играть, обниматься и выражать свои эмоции на лице. Старшее поколение негодует, глядя на нынешнее племя, и с тоской вспоминает то время, когда мобильники еще не покорили нашу жизнь. Два десятка лет назад всех новшеств электроники не было. И бедные, а может быть счастливые, дети вынуждены были общаться и играть со сверстниками. А что теперь? Когда мы часто используем наши мобильные телефоны, то мы вынуждены держать нашу голову в неправильном положении. Это приводит к перенапряжению мышц шеи, боли в ней, нарушению кровообращения. Трудно поверить, но все это – последствия активного использования гаджетов. Такое положение дел серьезно беспокоило французского писателя Фило Марсо, который предложил всемирную акцию отказа от сотовых телефонов, пытаясь тем самым привлечь внимание общественности к реальной жизни и проблемам здоровья, которые породили так любимые современной молодежью технические изобретения. Варвара Чечерина, Поколение Некст. Попасть на ТВ проще простого. Сделайте удачную фотографию с Поколением Некст и все, ты уже в эфире. В нашей рубрике «Некст фото» может засветиться каждый. Главное, чтобы снимок был сделан с Поколением Некст, логотипом или хэштегом. Как это сделали сегодняшние участники. Кстати, ребята дали своим фоткам название. Учебники ложатся в бой, ноги выше, улыбки шире и умеем махать лопатой. Повторить такой подвиг несложно. Просто сделай фото и сбрось в нашу группу. Ну что, летс гоу! Любимая многими игра в войнушку снова в тренде. Мы отправляемся на разведку, чтобы своими глазами убедить участников и победителей студенческих войн. Я нахожусь в самом центре событий. Над головой свистят пули, я слышу грохот, шум. Хоть здесь все очень страшно, это не настоящие боевые действия. В Перми проходит турнир по пейнтболу среди вузов. Несколько отборочных игр и вот, наконец, финал между командами Сельхозакадемии и Классического университета. Морошкина Олеся, студентка ПГУ, на таком мероприятии впервые, но уверена в победе своего вуза, ведь силы не равны. Я же вообще очень сильно рада, что я могу принимать участие и вся эта атмосфера, я заряжена просто. Участникам нового межвузовского конкурса «Студенческие войны» нужно было выполнить несколько миссий. Например, спасти заложника, взять штурму укрепления противника или вызвать авиаудар по его позициям. Организаторы постарались, придумывая миссии, ведь цель турнира – дать возможность ребятам проявить себя в различных ситуациях. В этом году в бой пошли больше двухсот студентов, чемпионами же стали всего тридцать. По решению судей третье место получила команда Политехнического университета, второе – команда Классического. Звание чемпиона завоевала самая малочисленная команда Сельхозакадемии. До этого студенческих турниров по пингболу никогда не было. Вообще в России мы первые это делаем. Именно начали с восьми основных вузов города Перми. Война вузов начнется по новой уже весной следующего года. Эльвира Негонова, поколение НЕК. Мы всегда вас держим в курсе самых интересных событий. Чем заняться молодежи в свободное время – сейчас узнаем. Заставить свои мозги двигаться по-другому теперь возможно. С 18 ноября проходит набор в школу арт-менеджмента. Уютная обстановка, новые ощущения, интересные знакомства не заставят себя ждать. Общественный форум пройдет 25 и 26 ноября. Будут представлены разные идеи профессиональных людей. А перемики студенты смогут проявить себя и продемонстрировать собственные задумки на будущее. У молодых семей остается все меньше и меньше времени для участия в конкурсе. До 6 декабря в стенах Творца молодежи проходит соревнование для тех, кто желает доказать обществу прочность своих отношений. Что нужно делать? Всего-то выступить собственным номером и сфотографироваться. Для любителей баскетбола. 6 декабря в спорткомплексе имени Сухарева состоится встреча двух клубов – «Фарма» и «Университет Югра». Похоже, игра будет напряженная. Хочешь быть в курсе событий? Поговорение МЭС! Точно для тебя! Присоединяйся!